Друзья, сегодня у нас 6 июня. Очень жаркий день. Приехала техника тяжелая. Вон там экскаватор работает на участке Армонда. Я думаю, что печку разберут. Сейчас попробуй потащить низ, посмотрим как это все будет. Так они же тоже контейнер. Получается, в экстренном порядке, как будто бы, спускать арман с остатками сруба и спускать в вагончик. Сейчас судебный приступ внизу, я так понимаю, мы подойдем и уточним обстоятельства, которые здесь проходят. Ну и вот тяжелая техника, Леш, покажи, пожалуйста. Эта экскаватор разбирается непосредственно в доме. Сегодня пока сруб не трогают, остатки хозярка, грузят на технику и вывозят. Но завтра, я так понимаю, приедут и будут уже разбирать сруб, хотя непонятно для чего. Ягоды еще не поспелы, чтобы мешать кому-то люди. Усилия прикладывались для того, чтобы все это разбирать. Ну не знаю, чем это мотивировано, но посмотрим сейчас. Может, красноярские рабочие, может, еще и все. Но что же, понимая, все же, расходы делают в России. Вам наступает на источник. В таком основании, почему снимаю, я веду свой YouTube-канал. Отвечаю. Во-первых, для того, чтобы не было проблем у тех же властей. В том плане, что люди начинают переживать. Начинают, ну, чтобы не было волнений. И когда мы общаемся с представителями власти, они объясняют, что происходит. И мы поясняем нашим зрителям для того, чтобы они не волновались и не приходили к какой-то кризис. Ну, типа, да. Одного из того. Потому что, так, все же проходит на законных основаниях. Ну, вот и все. Не вам, не нам переживать нечего. Но люди, которые в деревнях, чтобы не складывалось впечатление, что власть какие-то противоправные действия делает. Поэтому мы стараемся все это освещать и выкладывать. Здравствуйте. Добрый день. Уж не первый раз, наверное, с вами. Не первый. Ну, получается, не можете пояснить, а почему такая спешка? У нас вроде бы... Перестаньте снимать, пожалуйста. Леш, подожди, не снимай. Мы вроде бы прикладывали усилия, срубы стали разбирать, все вывозить самостоятельно. Почему пригнали технику? Самостоятельно был срок, когда? Когда? В суда. В прошлом году, в течение одного месяца. Изначально было судебное решение, которым указан был и период, и сроки исполнения решения. Ну, вот из пояснения Ларисы, как мы поняли, ребятам было предоставлено 10 дней с первого числа, но не дождавшись, получается, 4 дня, нам как раз не хватило, чтобы доразобрать вот этот срубик небольшой. Остался первый этаж. Основная сложная часть работ была выполнена, крыша, до печки дошли. Вот, поэтому что-то слишком быстро получается. Ребята старались, мы помогали. Ну, в итоге пока вот такая ситуация, что вынуждены так поступать. Ну, сейчас мы с вами зайдем в дом, потому что мы на остатке сруба, и посмотрим, как у ребят сейчас, в каком состоянии там вещи. Просто все очень, скажем, постижно проходит. Вот, в таком виде. Даже потолка нет уже, видите? Одна лестница. Это все, что осталось. И не хватает, получается, 4 дня обещано. Ну, вот, Леш, посмотри еще печечка. Смотрите, то, что осталось внизу, первый этаж весь заполнен личными вещами. Печка, конечно, для того, чтобы сейчас дорогой кирпич по возможности сохранить, постарались разобрать аккуратно все корректно. Но, если техника нам позволит, потому что судебные приставы, кто-то их торопит. Ну, согласно, наверное, судебному постановлению, не знаю. Ребенок сейчас в Гуляевке. Отправили в деревню, потому что здесь условий, видите, понимаете, никаких нет. А внизу в деревне еще не созданы. Там, где можно было нормально, полноценно жить. Честная достопримечательность Киса. Красавица. Которая скоро будет жить в другом месте, получается. Да, Кисюль? Слушай, ну, просто отогнать, это выглядит, и потом приедет, что-то живет. Ну, пока, то, что разбираются экскаваторы, машина техника, пока выводится просто в основание дороги, между контейнер, на границе леса, вдоль дороги. Ну, здесь будет такая пока справочка, получается. Друзья, это мы помогаем. Помогаем, чтобы было максимально, хоть что-то не разлеталось по тайге. Ну, вот в таком виде это сейчас будет. Это вот наводит ответ подальше, показать. Таким образом, получается, тайга прибирается, выполняется постановление. Кто же смотрит, баночки, ну что это. Кеша, глянь, какие цветы. Постараемся опередить технику, которая вот так вот, чтоб не ломала, а все-таки, чтобы спасти, аккуратно сложить, как мы делаем до этого. Ну, я надеемся, погода нам позволит это сделать. Очень жаль, потому что аккуратно разобранный сруб, страфильная система, которую мы хотели использовать, смотрите, видите, получается, в таком виде они ломаются. Это очень жаль. Друзья, ну вот мы сейчас уточнили, судебные приставы пошли навстречу, и вот этот сруб, который мы все-таки разобрали, он не будет ломаться, он просто аккуратно перевезется ближе к тому месту, где Гена будет собирать этот сруб. Поэтому спасибо большое, человеческое, этому человеку, который и бедит порядок, и в то же время максимально старается быть человеком, что очень непросто в нашем срубе. Генин сруб и участок практически разобрали, Армонда, дом, крышу разобрали, первый этаж, осталась печка и сруб сам. Но в итоге все равно получается, что приставы привезли технику, вот вы видели экскаваторы, машины, и будут все-таки добиваться постановления, ну, решения, постановления о демонтаже всех строений, находящихся на этом участке. Вот. Ну, здесь уж что есть, то есть. И все-таки из тех десяти оговоренных дней, которые как будто бы ребята, ну, судебные приставы пошли нам навстречу, чтобы мы максимально сделали. Вот сегодня шестое, четыре дня раньше они приехали, и мы немножко не успели все-таки. Вот. Все-таки не успели, но, но если сегодня не доберутся до сруба, мы постараемся, возможно, уже завтра приехать, и аккуратно, если они будут работать, мы попросим их, чтобы мы участвовали, и аккуратно все-таки сруб сложили для того, чтобы сохранить. Не ломать, а сохранить. Из-за каких-то нестыковок бюрократических, можно сказать, люди попали вот в такие непростые обстоятельства. Ну, сейчас все это в таком виде реализуется. Но человечность, наверное, все-таки должна присутствовать, несмотря на постановление суда. Ну, как-то так. Продолжение следует...